здравствуйте мои изумрудные и рубиновые с нами дорогой наш соавтор герой нашего времени бывший православный батюшка влад анцебор и влад сейчас поприветствует вас молитвой которую он новой молитвой молитва бывшего батюшки как ты молишься сейчас влад максим ты меня в росток застал потому что я действительно молюсь откуда вы узнали но я моя я молюсь я молюсь я молюсь только на каких-то своих нуждах решают свои вопросы вот интересный вопрос кому я молюсь вот откуда я узнал я просто их услышал эти молитвы вот в чем дело да а это думаю я это думал что это только я их слышу так кажется еще кто-то слышит вот я действительно и рубиновый и золотых и еще какой-то красивый у меня образ такой был а жемчужных жемчужных зрителей наших приветствую вот и вот если будет потребность вы просите я вас тоже могу помолиться потом мы подумаем о результатах вот если вдруг сработает вот сработает то тогда действительно мы организуем максим с тобой молитвенную целую такую систему вот и будем помогать людям не только советами добрыми и консультациями но может быть еще и молитвой будем устраивать такой вот мост да и пространстве пространстве неочевидного вдруг кто-то вот услышит нас кстати говоря очень важно человеку человеку чтобы о нем кто-то думал ему желали добро вот они умолились это правда важно для людей для очень много бывает вот я не знаю как это работает но это каким-то образом работает вообще на этой неделе и мы с разными людьми обсуждали вещи не очевидные вещи не очевидно это то что наука не доказывает но эмпирически какие-то вот вещи работают работают так же как и мы с тобой говорили о там пространстве сущего о намерении о том что вселенная отвечает как она отвечает знаешь я стараюсь от этих концепций концепции все это интересно вот мы по вниманию принимаем вот но мы не обуславливаем все так что некоторое время мы побудем практиками такими будем заниматься тем что работает на обоснование такое идеологическое даже не идеологическое вот психологическое потом позже подведем ну хорошо что не теологическое а максим ничего не знаю знаешь вот апостол павел дамаск тоже ехал у него там один был дискурс а потом его там бомбанула он совсем по-другому стал это то что называется так сказать трансгрессии между реальностью потому что в своей картине мира мы когда каким-то границам подходим нас оттуда отталкивает нас оттуда отталкивает очень сложно вещи несовместимые совмещать но на том и искатели что мы иногда трансгрессируем между дискурсами можем выпрыгнуть выпрыгнуть за границы за границей того что происходит в нашей картинке мира ты сейчас выпрыгнул как раз вот сейчас сейчас я вернулся да да значит влад прекрасно это все и вопросы зрителей очень много очень много молодцы дорогие зрители что смотрите пишите задаете вопросы не сдерживайте желание ваше проявить любознательность любопытство удовлетворить его за счет влада вот и максим за счет за счет расширения нашего совместного опыта мы наше поле усложняем своими идеями опытами и вот в этом общем поле как он там и взаимодействуем очень интересно вот это вот идея поля и ну вне религиозного дискурса вообще любого формирования ног новой какой-то структуры такой и каждый новый человек который входит наш круг общения он обогащает наше поле мы обогащаем его то есть мы где что-то совместно такое происходит да точно абсолютно точно прекрасно прекрасно не напишет должны же у людей быть какие-то нравственные ориентиры или всем можно идти в разнос своим неверием в бога вы оправдываете зло на земле вы ошиблись и выбрали не ту профессию не встретили духовных людей учителей вы ушли из организации но бог то все равно внутри вас и он зритель самое сердце человека я могу согласиться с тем что если мы говорим о боге каком-то он действительно где-то во мне вот глубине меня вот видит мое сердце вот я с ним работаю взаимодействовать с вот этим вот богом то что я ушел из церкви то что мне не встретились такие люди которые бы меня увлекли и позволили мне остаться там ну да они встретились хотя я общался с разными многими людьми но вот мне не встретились и хорошо что если вот женщине которая вопрос задает такие люди действительно встретили что она не обманывает а саму себя вот а если она обманывает даже саму себя и счастье то пожалуйста ведь наше сознание оно открыто и если что-то произошло я готов вообще любые ситуации рассматривать ну пока в моем опыте такого нету да вот меня некоторые жалеют а с другой стороны я сомневаюсь что те опыты которые часто люди описывают что это реально жизненный опыт а не какие-то ну фантазии и иллюзии вот хотя судить могу только вот из себя из своего существования из своей экзистенции можно сказать прекрасно прекрасно света пишет спасибо большое за видео и всю правду об рпц хочу чтобы бывший священник объяснил мне есть благословение чтоб священник не исповедовал человека меня священник погнал с исповеди я в отчаянии написала письмо в епархию и сказала что священник такой-то не исповедует меня после этого письма священник говорит что у него благословение не исповедовать меня есть такое в церкви и на какое время это дается а из всего я поняла что простому человеку не нет кому пожаловаться все или все против него пожаловаться простому человеку действительно сложно потому что рука руку моет и один другого покрывает но это смешно звучит скорее всего это отмазка какого-то батюшки это очень легко сослаться на какого-то духовника или с на свое начальство что мне запрещено исповедовать и вот нет такого что что кого-то, кому-то запретили бы исповедовать. Никого не запрещено исповедовать, не запрещено ни ФСБшников исповедовать, хоть там они могут тайны какие-то выдать, никого. Тем более человеку. Скорее всего, раба Божия достала батюшку, или ему что-то не понравилось, и он просто съехал с тем, сославшись на кого-то. Но такой практики он сам может сказать, слушай, уходи, я тебя не хочу исповедовать. Но то, что ему кто-то запретил, в смысле, кто-то благословил этого не делать, но, Господи, когда-то его благословили, ему разрешили принимать самостоятельные решения, и он такое решение по тем или иным причинам принял. Я не знаю, по какой причине, потому что у меня в моих тысячах исповедей тоже были странные люди, были люди, которые приходили, и было такое расстройство у одной женщины, что она выдумывала постоянно что-то, и ее фантазии мозг номинировал как прошлое что-то, но она вот воспринимала. То есть мы можем грезить о будущем, а у нее сознание грезило о прошлом, и она что-то выдумывала, и это стало ясно, когда можно было ей сказать, слушай, все, иди варись в своем соку. Но мы, я и другие священники, мы спокойно, если у человека была потребность высказываться, мы с этим работали, и аккуратненько, аккуратненько, также шаг за шагом продвигали к такой реальности, чтобы она могла жить и действовать. Ну, в частности, я там потихонечку ее отправил к доктору. Я абсолютно не считаю, что не заявляю, что у женщины какие-то проблемы. Может, она неудобные вопросы батюшке задает. Может, он боится ее. Может быть, еще что-то. Но то, что он отказался, это его личное произволение. Да, ну, конечно. Да, надоел. Ну, что-то, да, что-то произошло. Что-то произошло. Конечно. Вот. Так. А зачем религия? 21 век, ребята, есть отличные методы. Бога просить бесполезно вылечить зуб. Будет еще хуже, вплоть до смерти. А вот пойти и вылечить его. Это мы можем. Вот чудо, которое работает. Так давайте верить в медицину. Зачем в сказку? Библия полна противоречий и ошибок. Веками бьются. Как ее толковать, чтобы это безумие выглядело более-менее разумно? В итоге приходится признать, что это текст чистое сумасшествия. Брать безумие за основу для себя просто опасно. Конечно, текст Библии не является полным сумасшествием, а это опыт жизненный, в том числе и фантазии народов, многих людей, которые эту Библию соединяли, писали. И если там покопаться, там же кладезь мудрости, особенно там в каких-нибудь притчах Соломоновых, очень много чего интересного. Но когда вот эту целостную фантазийную композицию нам представляют как объективную реальность, и эту реальность не просто где-то мировоззренчески мы принимаем, а мы начинаем в ней жить, и вместо того, чтобы идти к врачу, начинаем молиться об исцелении зуба, то это неправильно. Давайте верить в науку, давайте верить в медицину, давайте верить в стоматологию. Кстати говоря, я знаю очень многих людей, когда они приходили, ротик открывали на причастие с очень плохой стоматологией. Но я думаю, это не от того, что они не верят в медицину, а от того, что они вместо того, чтобы собрать денег и отдать стоматологу, они их жертвовали на, как им казалось, какие-то богоугодные дела, вместо того, чтобы полечить свои зуби. Поэтому давайте верить в медицину, но есть же еще и другие травмы, есть травмы души, и люди вот ищут утешение в религиозных концепциях именно от этих травм тоже. Иногда и находят. Но опять же человеческая мысль развивалась настолько, что можно поискать и исцеление в других практиках, даже то, что условно можно назвать духовными практиками, духовные. Психия – это душа, поэтому психологически, духовные, то, что выходит за рамки формального, что можно пощупать, есть и более современные и действенные методики, которые позволят человеку избавиться от травмы, позволят избавиться от боли, избавиться от боли. Человек может найти корень своей проблемы, человек может погрузиться в глубины своего бессознательного и найти реальные причины, почему у него происходит то, что происходит. Но иногда, да, через метафору, даже религиозную, люди смягчают свою боль, снимают душевные страдания. Но, кстати говоря, и зубную боль можно снять. Любая боль физическая, она снимается такими внушениями. И поэтому, если я благословлю человека, когда он пришел ко мне, вот батюшка, зуб болит, помолить, я говорю, Господи, благослови тебя, пусть у тебя зуб не болит больше. Зуб не будет болеть, боль уйдет от человека. Но боль – это симптом какой-то, боль – это симптом процесса, который происходит. И поэтому, если у тебя боль в области зуба, то нужно идти его лечить. То же самое, если у тебя боль в области души, в области отношений, что-то происходит, это тоже симптом. Надо от него прятаться, нужно подумать, а почему это происходит. И идти его лечить. Так, дорогие зрители, сейчас небольшая пауза для вас специально, чтобы вы набрали в банке воды и поставили поближе к экрану. Сейчас Влад их будет заряжать. Потом можете приложиться к больным местам к экрану. Сеанс исцеления. Так что, Влад, давай. Максим, что ты делаешь? Я же представлю все эти больные места, и мы не сможем разговаривать. Поэтому, ты знаешь, я же ответственно отношусь к этому. Поэтому я готов в этом ключе только индивидуально заряжать воду, заряжать людей. Когда я вижу, как это называется, я забыл, как это называется, но когда там где-то в чат рулетки, или где-то... Нет, ну не... Реально, мы действительно можем зарядить какое-то вещество, это будет работать. Но массово, Максим, массово... Наших с тобой сил не хватит. Также еще можно сделать какую-то воду, которая будет прочищать мозги. То есть, выпил стакан, выпил стакан, и просто тебя так... Вот. И ты понимаешь, Господи, я был в иллюзии. Я был в иллюзии. Но тогда тут же нужно еще второй стакан заряжать, потому что жить вне иллюзии очень сложно бывает. Если твое окружение, весь мир вокруг каких-то иллюзий прибывает, и ты вдруг стал таким пробужденным, то рука автоматом тянется к стакану, чтобы прекратить все это, чтобы опять куда-то погрузиться и больше не страдать так сильно. Интересно, интересно. Я думаю, что у нас зрители достаточно продвинутые, они понимают, когда мы шутим, и когда мы даже тонко шутим. Вот. Но на всякий случай. Вот давайте. Вода, избавляющая от иллюзий, сейчас наберите в стакан воды, поставьте перед экраном на время этого видео, после окончания выпейте. И потом в комментариях сообщите нам, что произошло с вашими иллюзиями. Так, дальше. Ирина пишет. У меня друг был оперирующим хирургом-онкологом. У него на операциях было столько случаев, которые просто противоречили всем его медицинским знаниям. Он оставил свою профессию, закончил духовную семинарию, построил храм на территории онкодиспансера, служит и бесплатно оперирует. Каждым прихожанином занимается индивидуально. И опять повторюсь, каждому свои жизненные пути. У нас же есть много знаменитых верующих врачей. От хирурга, знаменитого архиепископа Луки Бойна-Ясенецкого, который гнойной хирургией в годы войны занимался, до тот же Ухтамский. Это один из трех столбов нейрофизиологии. Наряду с Павловым Анохиным, Ухтамским. Он был епископом, по-моему, даже в одной из церквей. И его первые работы, он писал по нравственному богословию в Духовной академии московской. При этом нейрофизиолог замечательный. Как я говорю, что профессионализм человека иногда с его внутренней религиозной жизнью идет по параллельным рельсам. То есть одно другому не мешает. То, что в мире происходит много того, что сложно объяснить обычным образом. Но это да. Мне просто забавно, когда люди начинают это объяснять необъяснимое. Вот с чего мы начали сегодняшний разговор. Когда они подтягивают какие-то концепции. Если у него это так, я думаю, что многим людям помогает. Здорово. Здорово. Пусть, слушай, будет побольше таких священников, которые оказывают такой вот помощь людям, делают операции, с ними еще общаются. Если уж мы будем выбирать, нежели те, которые поддерживают войну и призывают людей, одних людей убивать других и прочую глупость. Господи. Побольше таких священников. Пусть они служат и оперируют. И если бы тем более это не мешает, если бы он бросил быть врачом хорошим, если бы он хороший кирург, и стал бы только заниматься там окормлением каким-нибудь там прихожан, это было бы одно. Раз он совмещает, ну, господи, хочется человеку. Здорово. А вот сейчас не стоит такой вопрос теодицеи Бога вот в связи с войной? Я не думаю, что Бога они как-то оправдывают, но эти все вопросы были разобраны миллион раз. Они просто выхватывают из контекста разные авторитетные мнения, мнения святых отцов. Нет согласного мнения отцов на все эти военные действия. Кто-то когда-то, тем более церковь существовала в автократиях, в разных империях, конечно, высказывались и за, и против. Поэтому вот, но прикольно то, что в церкви в официальной опираются только на темнения, которые поддерживают вот эту идею, что убивать можно в некоторых случаях. Хотя даже те люди, которые говорили, что там война ради доброго дела может быть там каким-то образом позволить, все равно не считали, что убийство это грех. Так и вот правила канонические, вот Василия Великого, допустим, который в церкви есть, когда воин возвращался с войны, то он на долгое время отлучался от причастия и вообще, то есть, к нему относились так, как к человеку, который совершил там большое злодеяние, большой грех, убийство. Следовательно, пока ты воюешь, иди убивай, а когда ты вернешься, ты будешь каяться, потому что добром это не считалось и не считается. Но это все, знаешь, у нас есть и такие человеческие представления, и поэтому, если мое ощущение, это глупость просто, вот ощущение, что нельзя убивать, что убийство это плохо, себе подобно, вообще прекращение жизни это нечто невозможное, если вдруг мне, опираясь на какие-то священные тексты, говорят, что нет, убивать все-таки можно, вот, то я эти священные тексты возьму за скобки и буду жить своим умом. Мне вспоминается, кстати говоря, если мы будем говорить о кришнаитах, о вайшнавах, вот эта вот битва при Курушетре, и когда Кришна с Арджуной разговаривал, да, и тот тоже смущался, как же так, я пойду пандавов своих родственников убивать, вот, на что Кришна очень так развернуто ему отвечает, что на самом деле они уже давно мертвы, что вот это, это, это все игра, вот, это тоже можно, вот эту вот идею использовать как оправдание каких-то убийств, иди, занимайся своим делом, если ты воин, делай, что тебе должно, вот, и так далее, но меня это не убеждает, я хочу своим, своим умом жить. Прекрасно, прекрасно, так, просто сейчас, вот, оправдание Бога-то, да, что вот Бога зло это допускает, убийства, и сами христиане убивают, и, как бы, христиан убивают, и вот потом это все, а как же Бог это допускает, вот есть сейчас такие разговоры вообще? Конечно, конечно, так, множество проповедей тому и посвящены, что прихожанам, верующим, тем, кто идет там на мобилизацию, объясняют, что это нормально, что это защита от там родины какой-то, хотя на нас никто не нападал, если мы будем говорить о России, да, но вот они объясняют, что на нас напали, мы защищаем свои ценности, мы защищаем веру, и что Господь это поощряет, то есть, вот таких разговоров, конечно, много ведется, мы даже по возможности все вот эти вот высказывания собираем, но их такой уже ворот, то есть, это не высказывания отдельных людей, это уже общее место вот этой вот идеологической структуры, которая спекулирует на религиозной доверчивости населения, в свое время это было удовлетворение религиозных потребностей с целью излечения материальных средств, как я говорю, а сейчас то же самое доверие, открытость людей, слово пастырь используется для того, чтобы оправдать то, что оправдывать никогда нельзя, вообще-то включите мозги, мы в детстве говорили миру мир, рисовали голубей, знали, что война это плохо, что никогда больше, наши ветераны, у меня вот дедушка воевал во время Второй мировой, они говорили, что лишь бы не было войны, а сейчас у всех сместилось сознание, можем повторить, вот мы велики и все, но это бред, если этот бред поддерживает церковь, то это не перестает быть бредом, в то же самое время мне звонят священники, мы общаемся с теми, кто против войны, один священник говорит, это ужас, вокруг меня, вокруг меня, они все зомбированы, они все говорят вот об этом, в том числе священники, которые вокруг меня служат, говорят, вот что мне делать, ну что делать, звонить мне, будем общаться и как-то поддерживать, поддерживать, я поддержу тебя, вот, ты меня, какие-то улыбки. Ну хорошо, а вот какие тогда аргументы, если Бог хочет, чтобы люди убивали друг друга, какие аргументы приводятся для участия в войне, если приводятся? значит, то, что мы боремся не против конкретных людей, а мы боремся против зла, против греха, и те люди, которые выступают против нас, против России, это орудия сатаны, орудия дьявола, это то, что разрушает нашу духовную жизнь, наш мир все святое, поэтому мы боремся с грехом, но тут есть носитель этого греха, и вот эта ненависть к греху переносится и условно говоря на грешников, и если сначала, когда эта война началась, говорили так, что есть какая-то группа там небольших нацистов, которые захватили государство, и мы освобождаем людей, вот такой был дискус, мы освобождаем, они хотят спастись, но им не дают, то сейчас все изменилось, и теперь, как я там посматриваю пропаганду российскую, оказывается, ну и церковная, они идут просто в унисон, это все в полнейшей симфонии, там идет такая мысль, что чуть ли не весь народ, этот украинский, является носителем зла, носителем греха, поэтому вот их нужно уничтожать как зло просто, это идет классическое такое замещение, когда ты не можешь выступить против одного какого-то объекта, и переносишь всю агрессию на другой объект, и, допустим, на тебя накричал начальник, а ты пришел и дома терроризируешь жену, здесь нечто другое, здесь есть какое-то зло инфернальное такое, ты, где оно, его же нет, это же иллюзия такая, и ты не можешь конкретно поймать, его уничтожить, причем никакого зла нет, это все в голове, но вот это вот ненависть ко злу, ненависть к греху и ко всему злу он переносится на тех людей, которые вообще к этому не имеют никакого отношения, и они становятся воплощением этого зла, и поэтому уничтожение вот этих людей абсолютно добрых, нормальных воспринимается как добродетель некое, сумашествие, что называется. Ясно, а вот то, что погибают люди и их семьи страдают, друзья и так далее, там очень такой широкий круг людей. Как оправдывается это? За други своя, за други своя. Кирилл же говорил наш этот Гундяев, что тот человек, который погибает на войне, он там чуть ли не в Царство Небесное сразу попадает, потому что он положил жизнь за друзей, за Родину, за правду, за Бога, и поэтому ребята, идите, убивайте кого хотите, ну не кого хотите, а убивайте врагов, и тем самым вы спасетесь. Так же примерно поступают и те люди, которые взрывают себя в восточных этих религиях, чтобы и сразу попадают в рай. Нечто подобное происходит, поэтому родителям говорят, да вы что, ваш сын, он жил бы, непонятно как жил, грешил бы, спасся, не спасся, а тут он конкретно, он положил свою жизнь за правду, за Бога, и поэтому он спасен абсолютно, еще и на вас будет, память его в рот и рот, вот такая глупость, я думаю, что именно этими словами еще священники, которых же много, есть там определенное число военного духовенства, они также и посылают людей умирать туда, в эту мясорубку, и сами погибают с этими мыслями, с этими словами, и мне кажется, что те люди, которые так говорят, они не врут, они правда так думают, по крайней мере многие из них, многие из них, которые так вещают, они в это верят, действительно, но сколько зла, сколько зла совершалось во имя добрых идей, в досекулярный период, в религиозный период, это все делалось ради Бога, а когда у нас возникла гражданская религия, по сути, религиозность человека не исчезла, просто символы именно такие традиционные заменились какими-то другими суррогатами, и опять же люди шли и ради вот этих вот идей, ради идей убивали других людей, вот тоже, так же мне непонятно, но это понятно, это высшая степень вот этой глупости, когда мы убиваем друг друга, кстати говоря, убивая другого человека, ты вредишь и себе, потому что ты тоже являешься частью мира, как и он, вот, если бы ты ощущал единство себя со всеми другими людьми, то ты подумал бы, стоит ли это мать жизнь у кого-то из этих людей, да, это неправильно, это просто глупо, но это отрезать себе пальцы, уши, выкалывать себе глаза, говорить о том, что глаз какой-то не такой, как-то он не так смотрит, рука не тем занимается периодически, еще что-нибудь, ну и что, вот, вот, да, это если око твое соблазняет, тебя возьми, вырви око, здесь примерно то же самое происходит, другие люди являются частью тебя, являются частью нашего общего мира, а ты идешь и уничтожаешь, но не глупость ли это, просто вот включить мозги и подумать, мудрость индийской философии, да, вот это единство идеи, единство такого всего в мире, это я часть этого, я есть это целое, это очень глубоко, и действительно, то, что мы называем своим я, вот это ложное эго такое, это операционная иллюзия, ну, то есть, это, так сказать, такая вот сборка, которая позволяет конкретным организмам выживать, и для этого есть вот эта вот иллюзия этого я, об этом восточные учения вещали тысячелетия уже, вот, особенно недвойственные всякие индийские учения, но другим путем к этому и наука пришла, есть такое направление, условно говоря, нейроэкзистенциализм называется, вот, Томас Метцгер писал несколько работ исследований в отношении того, как формируется это эго, вот, это тоже иллюзия, вот, иллюзия, операционная, она нам нужна для того, чтобы жить, вот, но если мы чуть-чуть вырываемся за пределы этой иллюзии, то мы и себя можем расширить, мы себя можем расширить на весь мир, и тогда тебе, ну, не страшна и смерть, потому что ты являешься большим, чем ты о себе думаешь. Шикарно, шикарно. А вот насчет того, убеждает ли родственников убитых, родственников, близких, да, вот эта аргументация церковная? Я думаю, что большинство людей ищут какого-то утешения, по-гречески, да, паригурия, кстати говоря, сразу слово у меня выплыло, вот это вот, такое вот утешение в користи, и они будут хвататься за любую соломинку, которая позволит им справиться с этой травмой. Многих это может и убеждать, но я думаю, что у части людей должно возникнуть наоборот гнев, раздражение, ну, не знаю, вот обида, как эти эмоции назвать, неприятие всего этого, и тогда любое слово вот это вот так называемое утешительное будет, если они критически это все будут воспринимать, будет наоборот еще больше их отторгать вот от этого лицемерного утешения, обманного, иллюзорного, потому что если зло совершено зло, то не надо называть его добром, может быть легче, конечно, назвать добром и успокоиться, но зло это зло, и поэтому если ты понимаешь, что это зло, не надо прятаться, надо понимать, что вот это так, может быть, тебе лучше посодействовать тому, чтобы других тогда людей, допустим, других родителей не убивали, и вместо того, чтобы успокоиться, говорить, мой вот умер, он теперь святой, давайте вы своих тоже давайте, 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 такая зависть случится, что что-то моего убрали, давайте все идите, пусть всех убьют, нет, если убили твоего, надо защищать других хотя бы, вот это вот включать, вообще все в любви происходит, и если подумать, то войне, войне, ну, однозначно нет любви, а нам пытаются преподнести то, что люди совершают зло ради какой-то любви, ради любви к одному убивают другого, точно, точно, и только количество ненавидящих и озлобленных людей, и зла вообще, да, злость и злоба, оно увеличивается, увеличивается, совершенно верно, любовь, а как ты вот объясняешь, что вот такую рабскую психологию совершенно, что люди все принимают на веру, и вот готовы просто жертвовать жизнями своими и не сопротивляться ничему, и вот не принадлежать себе, и верить в эту ложь бесконечную, а как это Максима, люди, людям так проще жить, мы, ведь мышление это процесс сложный, он очень крутой, но он энергозатратный, поэтому нам проще что-то принять и успокоиться, и не рассуждать, и не бороться с этим, и не страдать, вот, ну, ты, конечно, страдать будешь, вот, ну, по крайней мере, ты закроешь свое мышление, потому что любое крушение вот недостоверных верований, это процесс болезненный, потому что у тебя открывается какая-то дверь, куда-то нужно дальше идти, а когда у тебя есть объяснительные модели, которые объясняют тебе, что и как, ты можешь принять и успокоиться, поэтому, вот, и я в одном каком-то интервью кому-то рассказывал о том, что каждый человек, величайший добродетель даже религиозных людей, это стать истинно неверующими, что значит истинно неверующие, вера, это всегда воспринятие принятие чего-то неочевидного в качестве очевидного, то есть я не знаю так ли это, но я приму так, пусть я не знаю, но я буду верить, вот, а истинно неверующий человек, он должен просто жить спокойно в том, что есть в его опыте, не склопывать свое понимание в какие-то узкие концепции, хотя наш мозг такой, что он будет это делать, ты вышел из религиозного создания, ты опять какие-то концепции будешь принимать, и тебе снова и снова нужно в ручном режиме подключаться и задавать себе вопросы, а так ли это на самом деле, а почему это так, а может быть это не так, может быть все сложнее, а может быть мы просто еще не знаем как, и вот этот выход за пределами самоуверенной самоубеждения этих верований всех, это очень крутой, но сложный процесс, и немногие люди в нем пребывают долго, потому что один раз два сделали что-то, приняли и успокоились, либо они меняют верование, одно верование поменяли на другое, опять успокоились, там все, а ты давай подумай, эту новую концепцию, которую ты принял, она такая уж очевидная до конца, или тоже там много пробелов, нам хочется успокоиться, нам хочется что-то взять, вот, и больше об этом не думать, и жить спокойно, и умереть спокойно. Вот, Григорий пишет, попы посылают людей на смерть, облекая это в подвиг, если ты погиб на войне, грехи простятся не только тебе, а всем твоим родственникам, когда-либо живших, все, все в рай, вы послушайте, как они манипулируют, политики воюют, а войны, потому что мы грешим, я больше в храм не ногой, в религии все маркеры агрессии, надо верить, бояться, просить и обесценивать себя. По сути, Григорий, он описал то, о чем мы сейчас и говорили, вот, я этого комментария не видел, вот, именно вот об этом я и говорю, вот, да, вот это, именно вот это и происходит, именно это и происходит, и мы, мы против этого именно и выступаем, мы и говорим, там, вот, Господи, хочешь ты верить, хочешь ты изучать мир таким образом, там, поиграться с Деватой Песочницей, посмотреть, как все работает, или остаться в ней, ради Бога, но тут из-за этого возникают там войны, убийства, ненависти, и я не думаю, что в такие храмы, которые это проповедуют, нужно ходить, а нужно оттуда бежать, действительно, не ногой, вот, не ногой. Сейчас, под конец этого видео, я, ну, небольшая шутка, значит, Алина пишет, Алина пишет, что, она спросила у верующей одной, будет ли та носить дубленку, или она продаст ее, верующая говорит, буду носить, Алина отдала ей свою дубленку, а та ни разу ее не надела, я пошутил, что она, видимо, будет дубленку летом носить, Так, насколько там вообще, вот мы, мы говорим, что человек иррациональное существо, да, но ведь есть, допустим, ну, вот, фантазия, воображение, творческое начало, которые, в принципе, созидательны, интуиция, а в чем верующий варится, если там нет логики, и разума? Я не скажу, что там нет логики разума, я не знаю такого котла под названием верующие, для меня, вот, не существует вот этого, да, даже прихожане православных церквей, их не могу в одну кучу объединить, сказать, что они все одинаковые, они в чем-то варятся, там, поэтому кто-то в чем-то варится, кто-то не варится, вот, я даже среди религиозных я вижу много разных категорий, поэтому о какой категории мы будем говорить, я даже не знаю, вот, миллион,